Бензин не каждому по карману, Дагестан в тройке антилидеров по доступности данного вида топлива. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Сроки туровой иммунизации от полиомиелита продлены. Бывает и такое, что картофель за 45 дней созревает. Подробности с полей ранней посадки смотрите в выпуске. Настрой только на победу. Сборная Дагестана под Хэквондо выступит на первенстве России среди юниоров. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели масштабную операцию против подпольных оружейников. Обыски проходили в 34 регионах страны, в том числе и в Республике Дагестан. В результате мероприятий силовиков 59 человек задержаны. Также закрыты 23 нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия и различных боеприпасов. Мертвых коспийских тюленей вновь обнаружили в прибрежной зоне недалеко от одного из оздоровительно-лечебных центров Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба Ленинской администрации столицы, чьи сотрудники оперативно выехали на место. Для утилизации туш книжных животных была задействована спецтехника. По словам муниципальных работников, море каждый месяц выбрасывает по несколько туш тюленей. И это носит систематический характер. К сожалению, море все еще выбрасывает мертвых тюленей. И это носит уже систематический характер. Конечно, не в тех объемах, как ранее. Но 5-6 штук бывает в месяц выбрасывает море. Что нас очень расстраивает. И, естественно, со своей стороны мы стараемся вывозить и утилизировать их вовремя, чтобы не привести к ненужным последствиям тем же инфекциям и к антисанитарии. Туровая иммунизация от полиомиелита продлена в Дагестане на два дня. Об этом сообщает Роспотребнадзор Республики. Согласно официальным данным, в 12 муниципалитетах привито детей меньше половины от запланированного количества. В целом, в республике охват вакцинации на 6 марта составил 70%. Дагестан в числе аутсайдеров по доступности бензина. Такие данные приводит реорейтинг. В ходе исследования было подсчитано, на сколько литров может заправиться автовладелец в том или ином субъекте страны на среднемесячную зарплату. Больше всего топлива могут себе позволить жители Ямала-Ненецкого округа. А в тройке антилидеров традиционно три северокавказских региона – Ингушетия, Осетия и Наша Республика. Первые в стране. Посадка раннего картофеля стартовала в Дагестане. С ходом посевной кампании в ряде хозяйств Хасавюртовского района ознакомились представители Минсельхоза Республики и наша съемочная группа. Слово Ларяни Шамхалаевой. Это непростое занятие, оказывается. Надо успевать. Занятие действительно не из легких. Но именно так в селе Кокрек планируют посадить сверхранний картофель на 50 гектарах. В процессе задействованы более 20 сотрудников фермерского хозяйства, которые заблаговременно подготовили посевной материал и внесли в почву необходимые объемы органических удобрений. Фермеры регулярно изучают новинки в сфере картофелеводства в регионах страны, а также в Белоруссии. Объем 50 гектаров картофеля, 15 гектаров лука и в этом году уменьшил морковку 5 гектаров и 1 гектар стеклы столовой и пшеницы 61 гектаров. А сколько сотрудников сейчас продюсовало? Вот сейчас, наверное, человек 20 сегодня. Удобрения я внес в хлористый калий с осени, потом 450 кг геомофозки и сейчас азофозку локально вношу. Техника у меня своя, на него субсидии получал в 2012 году, на сожжалку, на копалку, на трактор, на фрезу гримовскую. Ее в 2012 году я получал, я покупал в 2012 году, ну, всю линейку. Даже ванную установку получил, она от них субсидии. И команда у него самая лучшая. Посмотрите, как подготовлена почва. Какой посадочный материал. Сверхламный картофель пойдет на столы жителей нашей страны. Вот сила огромного Дагестана. Конкурентное преимущество Дагестана – это ранняя сельхозпродукция, отмечают в профильном ведомстве. Урожай сверхраннего картофеля получат уже в начале мая. В тот период, когда во многих других регионах только начинают выходить на поля. Дагестанский картофель будет поставляться на рынке страны уже к началу лета. Наши конкурентные преимущества – самыми первыми подать на стол российских потребителей продукцию. И мы сегодня видим, это сверхранный картофель. Когда другие только будут выходить на поля в стране, дагестанский картофель пойдет на столы. Это значит реальная работа агрария Дагестана на импортозамещение. Это значит вытеснение завозного продовольствия. Это значит реальный вклад и реальная работа над решением серьезной еще и государственной программы. Посетили гости и питомник косточковых растений, в частности абрикосов, сливы и черешни. Вот эту позицию Дагестана, косточковой, мы безусловные лидеры в стране. Здесь, в этом питомнике, это закладывается питомник на площади Трига. Да, это наше перспективное направление. Ставку делаем на косточковые. Это коронка Дагестана. Это очень важное направление. Так выращивать, так получать такой вкусный, там абрикосы, черешню ли, сливы ли, редко где могут. На сегодняшний день у нас идет закладка питомника, таких подвоев, как Бест, ВСЛ-2, Кубань-86, Антипка, Драгана Желтая. Сейчас идет закладка на площади трех гектаров. Это сейчас у нас первое поле питомника. Дальше у нас будет второе поле. Летом мы начнем летнюю окулировку питомники. Сотрудничаем мы с Союзом Садоводов Кубани, Союзом Садоводов и Питомниководов Ставропольского края. Советуемся у них. Участвуем в разных программах, таких как социальное и экономическое развитие горных территорий. Эти саженцы мы производим для республики Дагестан. В основном это косточковые культуры, это подвои для сливы, для черешни, для абрикоса, подвои для интенсивной закладки садов. В целом в Хасавюртовском районе предстоит провести весенний сев на площади более 33 тысяч гектаров. Из них картофель составит порядка 1600 гектаров. Напомним, что в текущем году стартовал федеральный проект по стимулированию развития овощеводства и картофелеводства. И впервые в орбиту государственной поддержки включаются личные подсобные хозяйства. Лария Анна Шемхалаева, Дауд Гассанов, новости ННТ, Хасавюртовский район. И в заключение о спорте. Сборная Дагестана под Хэквондо выступит на первенстве России среди юниоров до 17 лет в Анапе. К главному старту сезона команда готовится на базе центра спортивной подготовки в пригороде Махачкалы. С каким настроем бойцы подходят к ответственным соревнованиям, узнаем у Курбана Рагимова. Работа в парах и спарринге. За неделю до старта первенства России подготовка дагестанских тэквондистов выходит на финишную прямую. Вызов в сборную получили 40 спортсменов. Из них в Анапе выступят 27. Это медалисты первенства Дагестана и СКФО. Две тренировки в день, утром зарядка, потом утренняя, потом отдых, дневной сон и вечерняя тренировка. Даже если мы на отработках каких-то конкурируем, это все равно нам же в пользу идет и от этого мы получаем какой-то кайф. И поэтому только дружеские отношения, братские. Очень хочется выиграть Россию, оправдывать тренеров, близких, родителей в первую очередь. На прошлогоднем первенстве страны дагестанская сборная осталась без золотых медалей. За сезон молодая команда Акрепла и покажет максимально возможный результат, считают в тренерском штабе. Сейчас надеемся, что будет результат лучше, потому что команда Акрепла. Это был новый состав команды, они были все молодые ребята. Сейчас у многих последний год и команда уже окрепшая. Некоторые ребята даже после этого первенства поедут на первенство по молодежи. То есть уже в следующем возрасте они взяли путевки. У нас технико-тактическая подготовка. Последние две недели бывают в основном спарринги. Сейчас через пару дней будет спарринговый день, то есть моделирование соревнований. И все, потом подводящая работа. Кто-то вес гоняет, кто-то работа с личными тренерами индивидуально. Коллектив собрался дружный. И это несмотря на то, что некоторым спортсменам придется оспаривать медали в очных поединках. В числе фаворитов в своем весе воспитанник столичной спортшколы номер 3 Магомед Гаджи Магомедов. Третий номер сборной страны в этом году нацелен только на золото. Очень интересно заниматься. У меня появились верные друзья, которых я могу назвать братьями. У нас очень хорошая команда, много перспективных ребят. Со всеми тоже в дружеских отношениях. И надеемся на золото всей команды. Юниорское первенство России в Анапе стартует 14 марта и продлится 6 дней. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова